Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У нас сегодня вечерние посиделки. Наверное, это видео я выложу очень поздно, где-то в 11, возможно, в 12. Потому что сел и снимать тоже достаточно-таки поздно. У нас сегодня с вами куриный суп. Очень вкусный, полезный приготовление маме на рецепт будет внизу. Поэтому обязательно переходите, смотрите. Я уверена, что вам понравится. Также у нас здесь Данисима, мой любимый, с вот этими вот штучками. Лучок зеленый, мандарин, огурцы маринованные. И давайте приступим. Здесь прям много, мама много наложила, но ничего. Полезная еда иногда надо. Обожаю этот суп. Могу его кушать прям ведрами. Собираюсь на днях к жалим. Пишите в комментариях, снимать влог или нет. Мы с ней так сблизились за последнее время. Очень. Она, например, что-то рассказывает. Я понимаю, насколько мы родственные души. Она, например, что-то рассказывает. И я тут сразу такая думаю. Я тоже так думаю. Я тоже так считаю. Насколько мы похожи. Это прям нечто. Сегодня постараюсь ответить на максимальное количество вопросов. Всегда так говорю. Потом отвечаю на один и целый час мусолю. Одну какую-то тему. Я немного подготовилась. Вопрос задает Ирина Шевчук. Айка, привет. Привет, Ириш. Такой вот вопрос. Как ты считаешь, если две подруги идут в ресторан, кто должен платить? Вообще, если честно, я всегда практиковала такое, что мы с подругами постоянно ругаемся, что я заплачу. Нет, я заплачу. В плане денег, мне кажется, меня невозможно обвинить в том, что я мелочная. Потому что у меня никогда таких вопросов с подругами не возникало. Вот прям никогда. Я этим горжусь, на самом деле. Я считаю, что это правильно. Но на мой взгляд, лучше, когда каждый платит за себя. В любой ситуации. Потому что, когда меня угощают, например, как у нас с подругами часто бывает, один раз я плачу, другой раз она платит. И вот когда она платит, я не могу заказать то, что я хочу. Вдруг резко, например, захотелось какого-то стейка. Я думаю, блин, бешеных денег стоит. Как-то неудобно. Мне никогда не окружали люди, которые просто меня используют. Вот у моего брата он в таких вещах очень наивный. Я сразу понимаю, когда человек со мной общается ради чего-то. И когда человек со мной общается искренне, я сразу это чувствую и вижу. Мой брат не может отличить. Для него все его друзья не искренне такие хорошие. А на самом деле, он попадает в какую-то неловкую, плохую ситуацию. Ему никто не помогает. То есть, брат наивный. Не очень легко, на мой взгляд, обмануть. Хотя, если ты скажешь ему, он скажет, да нет, меня невозможно обмануть. Я такой продуманный, хитрый. Много раз было такое. Что мы еще учились в школе с братом. Дома никого не было. И каждый раз его одноклассники приходили к нам. И компаниями сидели. Постоянно это было. Причем они моего брата никогда не приглашали к себе домой. Я пыталась вам, брату, объяснить, что неужели ты не видишь? Ты постоянно приглашаешь человека, а человек никогда тебя не приглашает к себе. То есть, делай выводы. Он там на поляну накроет, на стол. Пиццу закажет. Все пришли, поели, ушли. Всех угощает. Он очень щедрый. И это неплохо. Но когда некоторые люди этим пользуются, это, конечно, неприятно. И самое обидное, когда ты своему брату не можешь донести элементарных вещей. Ты говоришь, Ну, Шархан, неужели ты не видишь, что они тебя используют? Он говорит, нет. Ты что? Это мои друзья, это моя братва. Так что... В таких вещах у меня парень вообще очень хитрый. Хитрый, продуманный, никогда не даст тебя обмануть. Я считаю, что это очень хорошая черта характера. Меня на данный момент не окружают люди, которые... Да вообще никогда не окружали люди, которые прям каждый день пользуются мною, а я это типа не замечаю. Я даже людям старалась там, не знаю, сказать, что, слушай, тобой пользуются. И, как правило, всегда в конце крайне остаешься ты. У нас была одногруппница, точнее, поток. Вот. И эта девочка постоянно платила за своего парня. А он за ее спиной говорил, вот, я нашел девушку, клад, просто везде всегда платят. Она все его оправдывала. Но мы женщины такие. Мы, если любим, любим всем сердцем и оправдываем нашего любимого. Я по себе знаю. Так что вот так. Я прям кайфую. Настолько вкусно. То ли я голодная, сидели, маме делали маникюрчик. Я прям релаксирую, когда делаю ногти. У меня просто зрение плохое. И если бы не было бы проблем со зрением, я бы, возможно, занималась бы ногтями еще. Только когда, не знаю. Все-таки мамина помощь, она бесценна. Вот смотрите, какой суп сразу приготовила. Из деревенской курицы. Прямо очень вкусно. Такой аромат на кухне стоял, аж Твикс потерял сознание. Думать, бог мой. Кстати, совсем забыла сказать. Или я сказала, не помню. В общем, я вам говорила или нет, ссылка на рецепт будет в инфобоксе. У меня просто память куриная. Я реально даже не помню. Например, сегодня я пила таблетки или нет. Иногда я рассказываю одни и те же истории по несколько раз. И я нереально не помню. Вот сейчас я помню три истории, которые я не знаю, я рассказывала или нет. Я боюсь сейчас вам рассказать. И вы все напишите, айка, опять та же самая история. У меня на канале тысячи видео. Уму не постижимы. Тысячу. И реально не помню. Да как у нас же Али переписываемся, общаемся. Я тут начинаю какую-то историю. Она такая, стоп, я знаю, что будет дальше. Мне кажется, ей со мной максимально неинтересно, потому что мне вообще нечего рассказать. Она все знает. Так что вот так вот. сказала Айка, что ответит на максимальное количество вопросов и ответила на один вопрос. Мне бы лишь бы поболтать. это, наверное, связано с тем, что мне вот доставляет удовольствие вот просто снимать мукбанки. Вы знаете почему? Потому что мне не с кем болтать. Я подругам войса записываю по 4-5 минут. На работу не хожу. то есть работаю из дома. Но особо общения у меня нету. Ни с кем. То есть только виртуальное какое-то общение. Поэтому мне хочется поболтать. Хотя бы с вами. Снять мукбанк. Это было божественно. Это было очень вкусно. Дальше идет Донисима. Это тоже просто находка. Пожалуйста, не пишите. Опять этот Донисима. Он просто обалденный. Они мне должны доплачивать за рекламу. Некоторые пишут. Разнообразие. Ну, не люблю я другие йогурты. Мне больше всего нравится этот Донисима. Мы зачем собрались здесь? Чтобы получить кайф от получения поедания еды. Кстати, говорила вам, что собираюсь снимать хаш. Ой, есть хаш. Все написали, что это сними. Нам тоже интересно, как экзотика и все дела. Вот. Я вас как бы сразу предупреждаю, что это как бы копыта корова. Здесь там аппетитного мало что. Так что будьте готовы. Здесь чай просто так остался. Вот. И я решила, что все-таки засниму вам. Хаш это такое блюдо. Национальное, наверное, кавказское блюдо. Вот. Ммм. Классненько засниму. Для вас хаш. Такой жирный суп получается. Очень жирный. Его даже некоторые просто оставляют в холодильнике и делают холодец. Я вообще не люблю холодец. Вы знаете, понятие фу, что ты ешь и вау, какое классное блюдо зависит от того, к чему мы привыкли. Например, первый раз, когда я язык ела, язык коровы, у нас даже есть видео, мне не понравилось. Но потом... Потом я заценила. В общем, ребят, я поела. Надеюсь, что вы тоже поели вместе со мной. Мне будет безумно, если кто-то из вас нажмет кнопку подписаться, если вы все равно меня смотрите, если вы все равно ставите лайки и пишите комментарии, что вам стоит просто подписаться. На этом все. Всех люблю, целую. Всем пока!